В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Около 14 тысяч операций в год. Какие новые медуслуги доступны по полису ОМС? Сбор средств для наших земляков, участников СВО объявила Городская Дума совместно с Фондом социального развития. Время покаяния у православных верующих начался Петров пост. Далее расскажем обо всем подробно. Медикаменты, стройматериалы, амуниция, одежда и техника. Ежемесячно на фронты СВО ездят гуманитарные конвои из Нижегородской области. Третий раз к ним присоединяется и Городская Дума Сарова. Депутаты передали все необходимое лично в руки бойцам. Сейчас формируется очередной гуманитарный груз. Горожан призывают присоединиться и принять участие в сборе средств для земляков, участников СВО. Третий раз Василий Ласточкин ездил с гуманитарным конвоем на Донбасс. Посетили Донецк и рубежный, где расположен госпиталь. Отвезли медикаменты. Продукты и лекарства закупили на средства, собранные депутатами и советом ветеранов микрорайона номер 8. Не только вещи, но и слова поддержки ценятся на фронте. По словам Василия Ласточкина, бойцы бережно хранят все детские письма и рисунки, которые им привозят. Работами детей украшены стены госпиталей. Когда это был мой второй конвой, в ящике с продуктами питания были положены письма, письма школьников, письма из детских садов. Мы им там отвезли с этим продуктом, но ящики не вскрывали. Я не знал судьбу этих писем, как это все будет. Но в крайний конвой, когда мы прибыли в подразделение, в госпиталь, нам провели экскурсию, и я увидел эти рисунки, которые расклеены по всем стенам, чтобы солдаты видели, как бы шли на поправку, радовались, что их страна с ними, и их не забыли, что они их всегда поддержат и добрым словом, и письмом. К гуманитарным конвоям Дума Сарова присоединилась несколько месяцев назад, когда депутаты узнали о проекте «Нижегородское ополчение-2022». Авторы проекта регулярно ездят на Донбасс, встречаются с земляками, получают от них конкретные запросы, по которым и формируют гуманитарные грузы. Долго искали способ помогать бойцам адресно, именно нашим нижегородцам, саровчанам, помогать в том, в чем они действительно нуждаются, и без каких бы то ни было посредников отдавать бойцам напрямую в руки те грузы, которые им нужны. Будь то стройматериалы, медикаменты, продукты питания или часть формы, амуниции. Сначала депутаты собирали средства самостоятельно, сейчас подключили фонд социального развития и призывают горожан присоединиться к помощи СВО. Формируется очередной гуманитарный груз. На фронте всегда нужны медикаменты, техника и стройматериалы. На мой взгляд, наиболее важна это моральная поддержка, это гуманитарный конвой, дающий чувство локтя нашим бойцам, чувство надежного тыла, чувство того, что с ними вместе вся большая, огромная страна, что мы о них не забываем, помним и тоже стараемся делать, если не все, то многое для общей победы. Присоединиться к сбору средств просто. Можно перечислить любую посильную сумму в фонд социального развития. Реквизиты можно найти на сайте Думы. Также можно сделать перевод через систему быстрых платежей, отсканировав QR-код на экране. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Дорогие генноинженерные препараты, операции по удалению тромба, увеличение квот на ЭКО. Перечень услуг по ОМС постоянно расширяется. О системе медицинского страхования в прямом эфире Центра управления регионом рассказала директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова. Полис обязательного медицинского страхования ОМС – это документ, подтверждающий право человека на бесплатную медицинскую помощь на территории России. Перечень услуг по ОМС постоянно расширяется. С прошлого года появилась реабилитация в поликлиниках. Если раньше необходимо было лежать в стационаре, то сейчас пациент по полису ОМС может получить амбулаторно-поликлиническую помощь. Когда пациент пришел, ему сделали массажи, ванны, физиопроцедуры какие-то, и он ушел домой. Это все сделали в поликлинике. И мы за это сейчас оплачиваем медицинским организациям. То есть это выгодно им тоже. И у нас очень хорошо развивается амбулаторная реабилитация. Количество высокотехнологичной медицинской помощи также существенно выросло. Если в прошлом году было выполнено около 12 тысяч операций, то в этом году запланировано уже 13 тысяч 800. Дополнительно выделили 300 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения ЭКО, которую можно сделать по системе ОМС. По полису страхования добавили операцию по удалению тромба после инсульта. Сделать ее можно в Нижегородской области. А здесь сразу на операционном столе удаляют причину. И была, например, одна девушка, которой 29 лет. Или была женщина, которой 86 лет. Я не уверена, что барышня в 86 лет сумела бы восстановиться должным образом после обычного инсульта. А ей удалили тромб. Она выписалась и ушла своими ногами домой. Ну, так же, как и девушка в 29 лет. Увеличили объем финансирования диспансеризации. При этом раньше медицинские организации все равно получали денежные средства за тех пациентов, которые должны прийти и по какой-то причине отказались от посещения. Теперь же фонд платит только за пришедших. И у медицинских организаций появился стимул вызывать пациентов. Кроме того, с этого года финансирование ОМС покрывает дорогие генно-инженерные препараты, которые выписывают людям с рассеянным склерозом. Ну, наверное, для аудитории это сложно, но те люди, которые страдают рассеянным склерозом, например, они понимают, насколько это дорогие препараты и как сложно их получить. Сейчас проведена очень хорошая дифференцировка этих препаратов и расширена схема генно-инженерных препаратов. И сейчас это лечение можно получить за счет средств ОМС бесплатно в рамках стационарной медицинской помощи. За любой разъяснительной информацией можно обратиться как в фонд ОМС, так и к своему страховому агенту, напоминает Светлана Ермолова. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Старую одежду можно будет вернуть обратно в магазин. Российский экологический оператор предлагает поэтапно отказаться выбрасывать старую одежду в контейнеры для ТКО. Для этих целей магазины одежды обяжут поставить специальные контейнеры. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выплату страховой и социальной пенсии по потере кормильца выпускникам образовательных организаций, достигшим возраста 18 лет, продлили до 1 сентября. Заявление на продление пенсии в связи с таким решением подавать не нужно. Практика, введенная в прошлом году, обеспечит финансовой поддержкой во внеучебное время почти 1600 школьников, лицеистов, выпускников училища и техникумов, утративших кормильца. После 1 сентября и до достижения 23 лет молодой человек продолжит получать положенную пенсию при подтверждении факта очного поступления в колледж или вуз. Порядок признания недействительным заграничных паспортов скорректируют. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Паспорт, согласно уточненным нормам, станет недействительным в случаях утери документа, смены гражданства, пола или фамилии, даты или места рождения. Оформление паспорта на похищенном бланке и стечение действия, ограничение права на выезд из России. Саровские выпускники узнали результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. Химию сдавал 41 участник, из которых 18 человек показали результаты в диапазоне 81-100 баллов. Не преодолели минимального порога в 36 баллов 3 выпускника. Средний тестовый балл по этому предмету составил 72. ЕГЭ по литературе сдавал 31 человек, из них 7 участников показали результат в диапазоне 81-100 баллов. Не преодолел минимального порога в 32 балла 1 выпускник. Средний тестовый балл составил 64. Участниками ЕГЭ по географии стали 2 человека. Средний тестовый балл по этому предмету составил 74. Тепло в регион вернется в середине июня, приближается высокий температурный фон, люди будут замечать, что на солнце термометры покажут плюс 30 градусов. Однако стоит отметить, что синоптики не ждут пока аномальной жары. В регионе будет плюс 21, плюс 26 градусов. Это очень тепло. Такие дневные температуры характерны для июля. При этом по ночам будет достаточно свежо. Столбики термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 14 градусов. 2,5 миллиона рублей выделят на поддержку малого и среднего бизнеса в Сарове. Такое решение приняли на заседании Координационного совета по поддержке предпринимателей. Так, 600 тысяч потратят на компенсацию расходов на участие в выставках, ярмарках и форумах для семи предприятий. 617 тысяч рублей на возмещение затрат, связанных с сертификацией продукции для пяти предприятий. На возмещение затрат социальных предприятий для семи организаций на общую сумму чуть более миллиона рублей. И 180 тысяч выделят на возмещение затрат самозанятых. У православных верующих начался Петров пост. Он продлится до 11 июля. Петров пост завершает праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Как правильно поститься, расскажем в следующем репортаже. Петров пост также называют апостольским, поскольку он установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились перед проповедью Евангелия. Исторически этот пост не был связан с апостолами. Его устанавливали для тех, кто не смог соблюсти Великий пост. В зависимости от даты празднования Пасхи, Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней. В этом году он продлится почти месяц. Мы как с вами тоже последователи Христовы, в какой-то мере даже апостолы, должны готовить себя к тому, чтобы показать своей жизнью, своим отношением к Богу и к Церкви свое такое христианское звание. Цель христианского поста – изменить себя, отказаться от вредных привычек и греховных наклонностей. Как правило, в понятие пост входят ограничения в пище, воздержание от излишеств, а также особая сосредоточенность на духовной жизни. Это необходимое средство для нашей духовной борьбы, которое происходит с нами постоянно, как говорят, 24 часа и каждый день. Поэтому пост является средством нашей духовной безопасности, нашего духовного обновления. Целесный пост в силу разных жизненных обстоятельств в полной мере могут соблюдать не все. В таком случае следует определить свою посильную меру воздержание в еде. По словам протеерея Владимира Кузнецова, самое главное во время поста – любовь к ближним, дела милосердия, помощь нуждающимся, воздержанность от зла и раздражения. Петров пост заканчивается в День памяти святых апостолов Петра и Павла, 12 июля. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом, мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта, среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара, нектара она выделяет, липо до 1000 килограмм, то есть тонну с гектара она липо выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм, донник 300-500, вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи. А три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. В продаже появился мед урожая этого года. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 18 июня с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Лидия Шулаева.